Тройная дистилляция схема 2 Ссылку на схему 1 оставлю в описании под видео Для тех, кому нужен первоисточник, он указан второй строчкой И также будет указан под видео Итак, первый перегон У нас есть отбродившая брага Которая подается в куб для перегона браги вош стил Перегоняется и получается спирт-сырец Который направляется в приемник для второго перегона Второй перегон На нем не отрезается ни голов, ни хвостов Источником для перегона является спирт-сырец лоуайн С первого перегона и головы и хвосты с третьего перегона Все, что получилось на втором перегоне Уходит в куб для третьего перегона Третий перегон У нас есть тело от второго перегона Которое заливается в куб Спирит стил Делается перегон Отделяются головы, хвосты И направляются на второй перегон Кольцуются А то, что получили как тело Редуцируется И отправляется на выдержку Эти же три перегона Только взгляд под другим ракурсом Есть отбродившая брага Первый перегон Получаем спирит сырец Плюс головы, хвосты с третьего перегона Основа для второго перегона Получаем на втором перегоне тело Хайвайнс по-английски От второго перегона И оно, соответственно, перегоняется Третий раз Схема существует Есть какие-то обоснования для нее Хотя непонятно, зачем делать первый-второй перегон Если можно подобрать оборудование Тем более на производстве так Чтобы по итогам одного перегона Сразу же выйти на ту спиртуозность Которая необходима для третьего перегона Кратко о примесях С которыми работаем Об их основных физических свойствах И как знание этих свойств Помогает при дистилляции То есть основные фракции Помимо спирта У нас головы Они же эфирно-альдегидные фракции Высшие спирты Сивуха Которые являются промежуточными То есть их коэффициенты ректификации Меняются в зависимости от спиртуозности Спиртосодержащей жидкости Кислоты Они же хвосты У них коэффициент ректификации Всегда меньше единицы Если рассмотреть коэффициенты ректификации на графике То схематично они выглядят следующим образом В данном случае На графике по оси Y Отображены коэффициенты ректификации По оси X Спиртуозность Спиртосодержащей жидкости в кубе Здесь мы видим Белая линия это спирт Где коэффициент ректификации всегда единица Красная линия это головы Коэффициент ректификации Всегда больше единицы Вне зависимости от спиртуозности Синяя линия хвосты Здесь коэффициент ректификации Всегда меньше единицы И Желтая линия это промежуточные То есть сивуха И здесь мы видим Что в зависимости от спиртуозности Перегоняемой жидкости Коэффициенты ректификации Меняются То есть если спиртуозность Невысокая То эти фракции Приобретают свойства Головных фракций А если спиртуозность Высшая То эти фракции Промежуточные Приобретают свойства Хвостовых фракций Более подробно По каждой фракции Можно найти в любом Учебнике по спиртовому производству Уведение Это есть и у Цыганкова И у Стабникова Теперь давайте посмотрим на схему Дистилляции На все три перегона С точки зрения наших знаний О коэффициентах ректификации При первом перегоне Мы работаем с низкоспиртуозной Жидкостью С брагой Соответственно Нам не удается Отдельно разогнать В разные области Головные И хвостовые фракции Соответственно Делая первый Второй Укрепляющий перегон И ничего не отсекая Чего мы добиваемся Что мы С каким багажом Подходим к третьему перегону У нас есть Крепкая Навалка То есть Я ее оцениваю Здесь Примерно В районе 65 Наверное 75 То что идет На третий перегон И соответственно Дальше Что у нас происходит На такой высокой крепости У нас Есть возможность Отделить Головы Потому что у них Херонок Эффициент Ректификации Выше При любой Спиртуозности Тщательно Отобрать их И Высокая спиртуозность Позволяет нам Держать В кубе Хвостовые фракции И промежуточные Далее Просто уже Через Органолептическую пробу Можно Ловить Когда Попрут Промежуточные Активные Из куба Ну Здесь Надо Следить Как минимум За органолептикой Те У кого Есть Возможность Проводить Аналитические Исследования Делай ГХ Там Конечно Еще Проще Понять Отследить И выработать Методику На этом На сегодня Все До новых Встреч